Всем здорова, друзья! Меня зовут Шок и сегодня выпуск из Батуми. Грёбаная солнечная Батуми из Грузии. Это красивейший город, о котором, наверное, вы не знаете. А если знаете, то оно должно ассоциироваться с пальмами, с бульваром и солнцем. Почти как Орёл и Решка, да? Короче, ребята, сегодня получился хороший реальный выпуск, поэтому не скупись, поставь этот грёбаный лайк. Тем более, чтобы этот ролик вышел, ты поставил ещё один лайк в прошлом ролике. Два ролика подряд, что купит школьник. Да и на защите! Окей, let's go! Сейчас идём на кейсы и сразу после этого к рубрике полетели. Я начал практиковать новую штуку, которая принесёт мне больше подписчиков, потому что многие люди смотрят ролики и не подписываются. Это ненормально. Не надо так. Поэтому сейчас я объявляю такую вот штуку. В паблике ВКонтакте в закрепе каждый раз будет публиковаться пост, где пишутся условия, лайк поставь, подписка на паблик, подписка на канал и тот момент, когда я начинаю разыграть этот скин. Сейчас у нас, получается, розыгрыш идёт вот на это число, которое у вас на экране. Как только у нас набирается это количество подписчиков, я разыгрую в паблике этот скин. Поэтому после просмотра ролика просто загляни в паблик, чекни закреп и прими участие. Получается, что я разыгрываю ножик почти что каждые три дня. А сейчас мы начинаем. Погнали! Короче, у тебя всё приехали. Вот море. Едем, получается, в отель. Всё, мы встретили подписчика. Что ж, давайте, короче, пойдём уже. А, давай, двинем. Покажи Макдональдс, пацанам. Я вам покажу, как выглядит Макдональдс. Он очень красивый. Покажи Макдональдс. Ладно, друзья. Всё, мы включили. Получается, первый магазин, который нашли. Это Альта. Давай посмотрим, что у нас получится. Как тебя зовут? Георгий. Окей, давайте начинать. Давайте зайдем. Пойдем. Let's go. Кстати, вот сразу могу сказать, что здесь достаточно выбора. Самый нормальный магазин, который есть в Батуми, по-моему, где можно купить нормальную технику. Единственное место в Батуми, где можно купить что-то, окей. Получается, у тебя 10 000 рублей. Это получается 416 лар. Ну что ж, давай начинать. С чего начнешь? Наверное, с клавиатуры. С клавиатуры. Слушай, ну здесь смотри, я вижу здесь клавиатуру, и она какая-то супер отличительная. Не знаю. Серьезно, она как-то выглядит очень странно. Что ты скажешь про эту? Что ты скажешь про эту? Это дорогая клавиатура. Но уже стоит 250 лар. Это механика, которая называется HaferX, и она стоит 263 лара. Ну слушай, ты можешь ее взять. Но сэкономишь на других девайсах. Да, ты будешь сильно экономить на других девайсах. Ну от клавиатуры твоя игра не так зависит, как от наушников и от мышки. Лучше не экономить. Давай лучше выберем мышку, а потом уже перейдем к клавиатуре и так далее. Хорошо, а где получается у нас мышка? У нас мышки будут тут. Так, короче, давай посмотрим. По сути, мышка должна быть самая дорогая. Не знаю, как по мне, мышка должна быть супер качественная, чтобы ты просто мог быстрее, тем более в CSGO. Должна чувствительность и так далее теперь. Ну смотри, тут какой выбор. Тут Lucky Edge за 84 лара, за 52 лара, за 60 лар. Ну получается так, что, ребята, мышку мы здесь не сможем купить, потому что здесь все очень дешево. Просто максимально дешево. Максимально дешево. Максимально дешево. Кажется, ребята, мы решили то, что мышка возьмем в другом магазине. Сейчас давай посмотрим клавиатуры. Как по мне ты можешь тратиться очень максимально, теперь много. То есть все баланс вообще офигительно. Блин, новая клавиатура, это прям под наш бюджет. 416 лара. Серьезно, это очень классная клавиатура. Как-то выглядит она на мега. Смотри, RGB прикольно. Тоже генезис. Тоже сделано под механику. Четкая. Нравится? Мне вот больше вот этого. Слушай, хорошо. Если тебе нравится, то можно рассмотреть. Она стоит очень достойных денег. Она механика и у нее свечи голубые, а не самые громкие. Так, короче, получается, Георгия. Короче, получается, я решил не брать эту клавиатуру за 250 лар. Я решил взять вот эти вот наушники Cloud Alpha по скидке, сэкономить на них деньги. И взять вот этот коврик. Получается, ты берешь сразу две вещи. Да. У тебя, ты понимаешь, что он размеров достаточно. То есть, у тебя большой столик? Да, большой. Сколько стоит? Получается 300 плюс 34. Со скидкой? 334 лара. То есть, получается, у тебя остается... Нам со скидкой. Чуваки, скидка, кстати, очень большая на самом деле. Но сбросили около 50 лара. Это очень круто. Это 20 долларов. Тысячи рублей. В итоге, получается, у нас еще остается 143 лара. 143 лара у нас остается. У нас остается клавиатура и мышка. Это шикарно. Окей, ребят, получается, у нас есть первые закупки. Это HyperX и HyperX коврик. Да. Слушай, у тебя... Ты что? Это дорогой сет. HyperX считается дорогой. Окей, давайте посмотрим насчет клавиатуры. Самый лучший вариант это вот этот, бро, RGB. Поставишь красный, все с красным вообще будет. Нет, смотри, здесь какая... Да, да, я проживаю. Она... Ну, это мембранка. Я знаю то, что в прошлом выпуске. Нет, на выпуске 8000 рублей. Мы очень сильно ошиблись. Подумали, что то, что механика стоит 4500. На самом деле, это была мембранка. Короче, забей. Здесь у нас HyperX, опять же, но это очень дорого. У нас не хватает на это денег. Это даже не будем рассматривать. Это не слишком игровая. Это, короче, все не игровое. Короче, все, что есть игровое, это вот это вот и вот это вот. Что насчет этого скажешь? Слушай, ну... Между этим и этим. Здесь очень много, наверное, потрачено на подсветку только. Да. А здесь она какая-то спокойная и да, это RGB. Бро, 120 лар и 74 лара. По мне она выглядит более... Ну, она под механику сделана. Видишь, бортов нету. Это четко виднеется. Смотри. Чуваки, прогнасуйте сами, какую вы бы выбрали. Первую или вторую. По весу я скажу так, то, что намного тяжелее вот эту. Не знаю, по качеству, наверное, тоже будет получше. Я не знаю, почему именно это стоит дороже на самом деле. Но вот это меня на самом деле бесит. Как-то... Дешевая. Да, вот это как-то получше будет. Может, вот это вот лучше, да. Так, хорошо, давай тогда будем выбирать. Давай тогда возьмем вот эту вот и нам останется взять всего лишь мышку. Да. Хорошо, чуваки, бери. Бери мышку. Бери вот эту. Так, ребята. Все. Следующая закупка. Сколько у нас осталось, получается? Если мы покупаем клавиатуру плюс... Если мы покупаем все вот это... Наушники плюс коврик. У нас остается 68 лар и за 68 лар можно вот как раз купить эту мышку. Джениус. Игровая, кстати. Я могу, конечно, рисковать, советую эту мышку. Никогда не сталкивался с нею. Но попробовать можно. Здесь одна из самых дорогих. Это самая дорогая здесь мышка, кстати. Кстати, я ее заметил, нет? Все раскупили. Да, здесь... Она пустая. Раскупили все. Слушайте, ну здесь реально самая дорогая мышка получается именно это. Ну, это чисто Китай. То есть... Ценки, как видите, это 1000 рублей стоит. Это 1500 рублей. Это 1600 рублей. То есть здесь ценки очень маленькие. Это самый большой ценник. Ну давай, раз мы как раз... Это подходит в наш бюджет и ровно получается, то можем все это взять. Если ты можешь себе это позволить. Все, вот это берем. Вот это все, что у тебя есть. Ты доволен? Давай еще, давай еще сверху это. Все, поздравляю. Спасибо. Так, все, готово. Это просто идеально. Я сейчас шикарно. Вот этим выпуском я доволен. Да, это лучше, чем было в Двилису. Да, и просто девайсы им офигенный подобрали. Блин, получается, закупили девайсы. Всем огромное спасибо, кто смотрел этот выпуск. Это было круто. Да, реально. Один из лучших выпусков. Вообще самый лучший выпуск. Как же... Как же круто в Батуме на самом деле. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое спасибо, Эрик, за такие прекрасные девайсы. За новую клавиатуру, мышку, коврик, наушники. Очень хорошая рубрика. Проложай в том же духе. Желаю тебе удачи. Большое тебе еще раз спасибо. Всем огромное спасибо за просмотр этого ролика. Я надеюсь, что тебе было интересно посмотреть на этот город, на все то, что у нас происходило Это реально классный был выпуск Следующий ролик через 2 дня, поэтому подписывайся прямо сейчас и следи за моим ченнелом А лучше нажми на колокольчик, кажется это рабочая схема Слева на экране у тебя другой мой ролик из CSGO Ну а справа ты сможешь подписаться на канал Нажми просто на логотип и там кнопочка подписаться Пока, с тобой был Яшок Субтитры сделал DimaTorzok